Приветствую вас, дорогие любители знатоки шахмат. С вами на связи Мастер Фид и Максим Мариев. И мы продолжаем видеообзор матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсоном и Вишманатаном Анандом. Сегодня закончилась пятая партия, и наш мадратский тигр спрятал коготки. И сегодня у него были реальные шансы на победу. Точнее, не сказать, что прям реальные шансы, но получил серьезный перевес, мог в один момент пытаться играть на победу, но он даже не предпринял попытки. И карма спорта обычно в таких случаях говорит, не забиваешь ты, забивают тебе. Если ты не предпринял решающего усилия в нужный момент, а решил расслабиться, побыстрее закончить партию, чтобы там, не знаю, поужинать и так далее, это жестко наказывается как спортивной кармой, можно сказать. Короче, помяните мое слово, Ананда ждет жесткое разочарование в следующих партиях. Это я не хочу его сглазить или как-то на него надавить, но такова высшая справедливость. Если ты не борешься, то тебя побеждают. Кстати говоря, сегодня был любопытный факт. Магнус психологически воздействовал на Ананда. После каждого своего сделанного хода он резко вставал и тем самым дал понять, что он уверенно чувствуется в дебюте, чтобы Виши дольше думал. Специально ради этого Магнус накануне матча консультировался с самим Гарри Каспаровым, который считается одним из лучших экспертов по Виши Ананду. Вот он справа с Виши Ананду смеется, глядя ему в глаза, читает его психологию. Но на самом деле Каспаров множество раз выигрывал у Ананда. И для Ананда Каспаров это один из таких самых неприятных соперников всегда был. И вот поэтому он поделился своим опытом, как же обыгрывать Мадрасского Тигра. Я думаю, что этот опыт однозначно поможет Магнусу. Ну что ж, после сегодняшней партии у нас равный счет. И давайте посмотрим, что же произошло в самой партии. Итак, пора приступить к разбору пятой партии. Вновь у нас встретился Д4. Конь Ф6, С4, Е6, конь Ф3. И в этот раз Магнус решил разыграть новоиндийскую защиту, сыграв Б6. Ж3 и здесь слон Б4. Не самый основной ход, довольно боковая линия. Основные варианты здесь это слон А6. Ну там Б3 и слон Б4, вот такой есть вариант. Или же слон Б7. Слон Б4 это такой третий по популярности ход. Тоже возможный вариант. Слон Д2, слон Е7. В чем смысл этого хода? Казалось бы, черные просто потратили темп. Могли бы сразу сыграть слон Е7. А они, смотрите, что сделали. Сначала вынулили белых сыграть слон Д2. А уже только затем сыграли слон Е7. В чем смысл такого подхода? Дело в том, что белые здесь планируют сыграть, скажем, на слоне Е7. Где-то они дальше планируют сыграть Б3 и слон Б2. А вот в случае хода слон Д2, вот когда мы вынудили сначала этот ход, теперь им нужно потратить три хода на эту операцию Б3, слон С3 и слон Б2. А тут они этого добивались два хода, Б3 и слон Б2. То есть, как бы, черные выиграли за счет этого даже темп. Не проиграли, а выиграли. Слон Б4, слон Д2, слон Е7, слон конь С3. Тут вот по такому пути пошел Виши. Тут дальше идет нормальное развитие. С6. Ход неочевидный, но смысл хода в том, чтобы сыграть Д5 затем и сесть именно пешкой С. Потому что, если бить пешкой Е, тут свои структуры получаются. Поэтому баллон сыграл С6, чтобы сесть пешкой С. Готовить Д5. Е4 и Д5. ЕД, ЦД. Вот, собственно, это и получилось у нас. Конь Е5. Сильный ход. Смысл в том, что открываем слона, и пешка теперь завязана на Д5. Не может бить на Ц4. Хотя казалось бы, что это два раза одной фигуры в дебюте. Но, как вы знаете, всегда бывают исключения. Рокировка, рокировка. Конь С6. ЦД. Комбит Е5 промежуток. И до этого все здесь поголовно играли ДЕ. ДЕ и после комбит Д5. Но тут у белых ничего нет. Вот такой вариант. Фигур поровну, но у белых структура даже похуже. Здесь какие-то дырки в защите у короля. Черные даже в развитии получше. Так что тут у черных как минимум не хуже. Может быть даже небольшой перевес. Поэтому Виши здесь сыграл Д6. Но это, разумеется, команда Магнуса учла. В чем смысл хода? Если, скажем, бить на Ж2 слона, то тут белые могут остаться без материала. ДЕ с нападением на ферзиальную ладью. Черные должны бить пешку. Вот так у них ферзь висит и ладья. Далее белые берут коня с нападением на коня. Тут как прям по цепочке все у черных висит. Как мы видим. Ну вот, посмотрите на эту позицию. Вот цепочка такая. И за счет этого белые здесь остаются с лишним материалом. Слон бьет Ф1. Ну, потому что, если конем уйти, то тут просто без фигуры черные. Просто без легкой фигуры. Поэтому слон бьет Ф1. ЕФ. Опять же, черные не успевают убрать слона, так как ферзь висит. Ферзь бьет Ф6. Ферзь Ф1. И что тут получается? Получается, две фигуры за ладью. И пешку. Но, на самом деле, это серьезный перевес за белых. Хотя, казалось бы, формально, если так взять, у коней слона примерно 6 пешек суммарно, если брать относительную ценность фигур. Ладья и пешка это тоже 6 пешек. Потому что ладья равняется 5. Пешка 1. Ну, а кони слон примерно по 3. Но, на самом деле, здесь, при ферзях, в открытой позиции, две фигуры зачастую гораздо сильнее, чем ладья. Тут как раз-таки такой пример. Тут белые будут играть на победу. Поэтому Магнус здесь быстро сыграл конь С6. ДЕ, ферзь бьет Е7. Слон G5. Сейчас фигура у нас поровну, материал поровну. Белых изолированная пешка, но зато преимущество двух слонов. А6. Д5. Вот этот ход, пожалуй, достойный восклицательного знака. Смысл хода в том, что белые подрывают центр, избавляются от своей изолированной пешки, ну и вскрывают игру. Конь опять довольно быстро сыграл Магнус. Тут еще был вариант ладья АД8. Такой интересный ход. После слон бьет Ф6, ферзь Ф6. ДЦ. Такой сильный ход ДЦ, который в голову не придет обычному человеку. Белый жертвует ферзя. Ладья Д1, Ладья Д1. Сейчас давайте обратим внимание на положение фигур. В течение материального соотношения. У белых ладья и конь за ферзя. Казалось бы, это в пользу черных позиция. Но вот за счет пешки Ц6, вот этого монстра на Ц6, который поддержан слоном, здесь у белых перевес. Причем довольно серьезный. Очень неприятно эту позицию играть черными. Тут после ладья Д7 пешка на А7 зависала. Ну, скажем, после слона Ц8, ладья Ц1. Тоже тут черный не сладко. От этой пешки и как-то избавиться от Ц6. Раскрутиться тяжело. Ну и, соответственно, игра тут идет на два результата. На победу белых и на ничью. Поэтому Манус не попался на этот вариант и сыграл Коня А5. Правда, все равно он получил позицию похуже. Вот в этот момент он, кстати, так демонстративно быстро ходил, типа все знает. у него тут было час 52 в этот момент, а у Виши уже минут 30 потрачено. Слон Ф6, Ферзь Ф6, ДЕ, Ферзь бьет Е6. Был еще вариант Слон бьет Ж2, там с жертвой пешки играю на компенсацию. Например, вот такой вариант. ЕФ, Ферзь Ф7, Король Ж2, ладья АД8, Ферзь С2, скажем, Конь Ц4. Ну, человеку непросто на это пойти, вот, особенно таким материалистам, как Магнус Карлсон. Да вот я сам, честно говоря, не люблю отдавать материал так, на ровном месте. Поэтому полностью понимаю выбор Магнуса сыграть Ферзь бьет Е6. Ладья Е1, Ферзь Ф6. Здесь Виши после довольно продолжительного раздумья сделал очень сильный ход Конь Д5. Жертва пешки глубоко посчитывая истинная. Кстати говоря, на пресс-конференции выяснилось, что это все у него стояло дома. Вот этому я удивился, потому что вот к этому моменту он затратил час. Анан затратил час, и это при том, что все это у него было разобрано уже. То ли он так вспоминал долго, то ли, не знаю, не был уверен, решил по новой все обдумать. Но, в общем, час затратил на то, что было известно. Это как-то странно. Здесь Магнус сыграл слон бьет Д5. Второй вариант был это ферзь бьет Б2. Здесь получались довольно интересные осложнения. Ладья Е2, ферзь А3. Как видим, проблемы с ферзем убирать-то особо некуда. На С3 не уберешь, тут конь, на Д4 ферзь бьет, на Е5 ладья, на Ф6 конь. Тут тоже никуда не убрать, вот только разве что на Б5. Но если на Б5 убрать, то под вилку конь С7. Тоже не очень вариант. Поэтому ферзь А3, чуть ли не единственный ход. Ладья Е3, ферзь Б2, опять чуть ли не единственный ход. Ферзь, С5 еще можно было, но это просто под ладья С1. Еще ладью развиваем. Ферзь Д6, здесь есть такой ход, конь Е7 шах. На КРН8, белые кушают ферзя. Поэтому тут единственный вариант ферзь Б2. Ладья Б1, ферзь бьет А2, ладья А1, ферзь С4. Ну или есть такой вот вариант ферзь Б2, ладья бьет А5, БА, ладья Б3, скажем, ферзь Е5 и ладья бьет Б7. Тут у белых две фигуры за ладью и две пешки. Позиция в пользу белых. Хотя не так уж это очевидно, но в пользу белых. Ну или второй вариант это ферзь С4, ладья А5, БА, конь Е7, король Х8 и слон бьет Б7. Вот для чего мы на 5 коня съели, чтобы он слона на Б7 не держал. Съели коня, теперь забираем этого слона. Что в итоге имеем? Имеем ситуацию следующую. Здесь у белых опять же две фигуры за ладью и две пешки. Как я уже говорил, две фигуры как правило гораздо сильнее чем ладья и поэтому здесь белые борются за перевес. Магнус на это не пошел, сыграл слон бьет Д5 здесь. Виши сыграл слон бьет Д5, ладья АД8, ладья подвисала ферзь Ф3 и здесь Магнус не удержался и скушал першечку. Но если уж мучиться, то хоть за материал в принципе правильно сделал, потому что после ферзь бьет Ф3 слон Ф3 ну тут довольно тяжелый реншпиль. Ну и что тут? Вот этот конь опять просто ужас. Как говорится, конь на крылью доски реально позор для шахматиста. Можно сравнить силу этого слона и коня. Становится ясно, что Магнусу здесь было бы очень не сладко. Поэтому он скушал першечку. Ладья Д1 и здесь Магнус задумался. В этот момент всем казалось, что Магнус наверное не переживет эту партию. Потому что реально такая доминация слона над конем, несмотря на наличие лишней пешки у черных, позиция у них тяжелая, статистически тяжелая, пункт Ф7 зависает, конь никакой. Ну просто по всем статьям проигрывают. Пешки эти не идут никуда тут пока что. Но Магнус нашел сильнейший путь для того, чтобы сделать ничью. Ферзи Ф6 начал буквально ход за ходом делать лучшие ходы. Сдвоил пешки, но зато Ферзей поменял. ладья Е7 король Ж7 потому что грозило скажем на А6 грозило слон бьет Ф7. Нельзя бить ладья бьет Ф7, так как на Д8 ладья зависает. Поэтому здесь Магнус сыграл король Ж7, чтобы слон бьет Ф7 был без шаха. Ладья А7 конца 6 сильный ход восклицательный знак. Слон связан, бить коня плохо, так как тут ладья зависает. Ну и тут Виши спекся в этот момент. Ну что ты Виши делаешь? Вот Мадрасский тигр разочаровал здесь всех. Вся Индия подпрыгнула буквально в этот момент. Сколыхнулась потому что здесь он мог реально мучить Магнуса. Вот Магнус бы на месте Виши сыграл бы ладья А4 однозначно. И хоть на пресс-конференции Виши сказал, что там тяжело было бы получить перевес после ладья Д6 слом Б3 ладья Д1 слом Д1 ладья Д8 но тем не менее надо было пытаться как-то его получить конь Д4 ну не знаю сыграть хотя бы скажем слон А5 как-нибудь ну или нет слон А5 не надо слон Б7 ну или просто даже слон А8 скажем слон А8 под защиту ладьи или лучше сначала слон Б7 а ладья Д7 слон А8 вот так чтобы здесь слон не висел дальше как-то усилиться король Ж2 сыграть тут А4 пешку А толкать к пешке Б цепляться в общем тут еще была борьба хотя конечно черный могут какую-то такую стойку занять по шестому ряду ладьей стать всех держать здесь и пешки и коня ну на самом деле да тяжело здесь выиграть конечно но пытаться можно было но виши сыграл ладья Б7 и променял последнюю надежду пешку А2 конь Б4 слон Б3 ладья Д1 слон Д1 конь Б2 ну и дальше тут просто можно промотать вперед потому что интриги никакой нету когда 3 на 3 на одном фланге ну вообще без шансов ничья ну тут казалось еще может где-то конь потеряться но четкий ход Ф5 конь идет на Е4 то есть тут вообще никаких проблем нету у черных слон Е4 ФЕ тут совсем уже простая ничья тут еще соперники немножко так пофинтили ладья Д2 ЖФ Е3 ладья Е4 тут белыми надо тоже было быть осторожными скажем ну можно ладья Ф4 сыграть но тут ну тут получался пешечный Е2 играть наверное не очень хорошо а вот скажем можно просто съесть ну тоже ничья ладья Е4 ладья Ф2 король Ж3 ладья Ф5 ну вот тут партия закончилась дальше чтобы еще Виша сыграла 933 соперники согласились на ничью ну что можно сказать если не забиваешь ты то забивает тебе и Магнус не должен прощать таких поблажек со стороны соперника а должен жестко его наказывать Магнус выдержал удар а в следующей партии он будет давить и докажет кто истинный чемпион болеем за Магнусы друзья еще раз предлагаю вам подписаться на канал школа шахмат часмастер нажимайте на появившуюся кнопку подписаться кроме этого рекомендую вам получить бесплатно книгу 21 критическая ошибка новичка в шахматах в которой содержатся все секреты чемпионов для написания этой книги я использовал опыт всех чемпионов мира по шахматам и в том числе еще и свой хотя я не чемпион мира но все же у меня свой опыт есть кое-какой нажимайте на красную кнопку скачать бесплатную книгу и книга придет к вам на почту вы введете имя и имейл получите книгу на почту ну и кроме этого по традиции сейчас предлагаю вам перейти на пресс-конференцию посмотреть что же думают сами соперники об этой партии дорогие друзья начинается пресс-конференция после пятой партии которая закончилась ничью мы пришли к этой позиции давно уже я смотрел этот вариант и она должна быть лучше эта линия должна быть лучше для белых анализировать что-то вроде вот этого и думаю белые могут играть эту позицию после событий партии мне нужно было играть так какое-то время пришлось потратить на вот этот вариант здесь просто можно сдаться проблема черных мы оба сделали ошибку что после ферца 1 ферша 5 было возможно я видел оба хода интересные попытки здесь я думал что черные сыграют форекс здесь я больше не могу взять на ф7 может быть я могу сыграть на ф7 но здесь я думаю может быть на ф6 лучше говорит магнус Но дело в том, что вместо король G7 можно тоже сразу пойти в МНС6. Более или менее то же самое. Мы могли бы прийти к позиции примерно такой. Просто, чтобы показать, как было получиться. Но это гораздо хуже, говорит Маглус, чем то, что было в партии. Виш соглашается, что это неприятно. Но, думаю, что РС7 было бы хорошей попыткой. Здесь не так ясно. После А6 я могу быть ладей Д3. И после ладья Д6 у меня опять есть ловушка со слоном 7. Или РС8. А, РС8. РС8 предлагает Маглус. РС3. Да, и потом назад ладь Д9. Это было близко, но... Тогда я подумал, что просто возьму пешку и потом поставлю ладью на А4. Но затем я понял, что будет сложно что-то сделать с конем на Д4. Так что после... Это просто ничья. Как вы оценили позицию во время партии? Довольны ли результатами дебюта? Окончание казалось бы неприятным, но, вероятно, у черных просто достаточно ресурсов. Магнус, не хотели бы вы что-то добавить по поводу этой партии? Я думаю, что в целом у белых немного лучше, но должно держаться за черных. Оказалось, что позиция довольно сложная, но тем не менее... И я, и мой соперник не нашли ресурсов за белых. То есть, видимо, черные держатся. Энгем очень плохой для черных. Да, я могу сделать это, но мы получаем парень ручей. Я думаю, что я могу поставить ручей на Д7, поставить на Б7. Но это всегда будет... Вопрос... Вопрос опять о Беншпилле. Магнус говорит, что с ладями или без защищать позицию с ладом против коня не так просто, потому что он всегда сильнее. Я думаю, что вы пытаетесь что-то найти против Д4? Может быть. Может быть. Это часть вашей стратегии или нет? Ну, по крайней мере, сегодня было лучше, чем в прошлой партии. У меня будет пара белых партий, так что я жду этого момента. Виша, вы довольно быстро играли в дебюте. Вы ожидали такого дебюта? Ну, вообще нужно ожидать. Так что... Есть ли вопросы? Магнус, вы говорили, что когда вы проиграете партию, то... Вы в каком-то сумасшедшем состоянии, необычном для себя. Магнус говорит, что я думаю, что все-таки в матче это несколько другое. Сейчас у нас ничья в матче, так что я вполне себе нормально себя чувствую. Все хорошо. Магнус, а сколько хорошо вы были подготовлены в дебюте сегодня? О, вау. Окей, I guess. Я думаю, что... Окей. Я имею... Он был также хорошо подготовлен. Он знал, что это критическое. Но... Важно сказать, что и мой соперник был хорошо подготовлен. И понимал, что это критический вариант. Анан, как вы считаете, то, что здесь меньше индийский пресс в лучшую сторону влияет на вашу игру? Он даже сказал, что Магнус Карлсон должен играть. Нет никакой связи. В этом случае он не очень понравился. Возможно, он думал, что это такое позиция, которое вы обычно любите иметь. Так что вы можете сказать об этом? Было неправильно для вас, эта позиция? Окей. Это не получается такая позиция, в которой у Магнусу обычно предпочитаете играть с белыми. Кто играет с белыми? В этом случае xf3. Интересно, что вы скажете об этом. Ну, ход Ф3, на который ссылается журналист при этом вопросе, он нормальный ход в этой позиции, поэтому любой бы так сыграл, не только я. Вопрос был, насколько близко к своей лучшей форме находятся шахматисты. Я думаю, что во время матча не стоит анализировать такие моменты. Нужно просто думать о том, что происходит в матче с доской и не будет в сторонних вещах. Вы говорили, что ваше соперничество с Магнусом влияет на ваши личные с ним отношения. Что вы имели в виду под этим? Ну, я просто имел в виду, что когда матч уже скоро, то, естественно, вы не хотите видеться всем соперникам. Это нормально. Что вы будете делать, чтобы предотвратить ситуацию прошлого матча, когда Магнус начал выигрывать в середине? Я просто постараюсь играть лучше, говорит Иша. Я думаю, что будет непросто. Но поскольку у меня сейчас будет две белые партии, я думаю, что это момент, когда мне нужно попытаться захватить лидерство. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал Школа Шахмата Часмастер. Скачивайте бесплатную книгу «21 критическая ошибка новичка в шахматах». И увидимся с вами в видеообзоре шестой партии матча со званием чемпиона мира Карлсон Анант.